Кредит на выплату зарплат сотрудникам железной дороги Молдовы не лучшее решение. Об этом заявляет руководство предприятия, которое уже задолжало своим сотрудникам более 70 миллионов леев. Брать новые кредиты на погашение долгов администрация не намерена. Надеюсь, что сумеет выручить деньги от сдачи в аренду зданий и продажи металлолома. Сотрудники ЖДМ, между тем, не получают зарплаты с марта этого года. Руководство ЖДМ утверждает, что 200 миллионов леев сможет выручить от продажи старых локомотивов, вагонов и металлолома. Мы ищем решение. Все свободные площади мы предлагаем в аренду. Все, что мы не используем, выставляем на аукционы. Это происходит ежемесячно. Мы работаем с экономическими агентами, чтобы повысить объемы сотрудничества с партнерами из Румынии и Украины местными экономическими агентами. Надеемся, что начнется уборка зерна, и у нас будут дополнительные объемы работы. Также в администрации предприятия заявляют, что больше не готовы брать кредиты на покрытие зарплат сотрудников. В марте ЖДМ для этих целей взяла заим в 35 миллионов леев. Мы не станем этого делать, пока не закроем текущий, потому что каждый кредит должен быть как-то выплачен. Надеюсь, что осень мы начнем без долгов по зарплате. Сейчас мы занимаемся внутренними реформами, ликвидируем филиалы, которые не представляют важности и не вовлечены в технические процессы. Агентство публичной собственности, обращаясь к администрации железной дороги, просит принять экстренные меры, чтобы срочно изыскать дополнительные средства. У железной дороги Молдовы очень много активов, которые они не используют, и мы просим принять меры по их задействованию. Речь идет о зданиях, которые они могут сдавать в аренду, о продаже металлолома, его очень много, и никаких мер по его реализации не принималось в течение очень долгих лет. Также нужно сосредоточиться и на увеличении объемов. Трудности с выплатами заработных плат сотрудникам железная дорога Молдовы испытывают уже давно. В 2020-м предприятие оказалось на пороге банкротства. Работники ЖДМ протестовали в нескольких районах страны, а количество сотрудников с 2020 года по сегодняшний день сократилось с почти 10 тысяч человек до 5600. Продолжение следует...